Вот так через грязь по остаткам асфальта на Химаше спешат по делам дети и взрослые. Площадь на улице Гожувской между лицеем номер 7 и физкультурно-оздоровительным комплексом уже лет 7 не видела никакого благоустройства. А хотелось бы привести в порядок старые кустарники и посадить новые деревья, установить лавочки с урнами и много чего еще, рассказывает куратор общественной территории Ирина Ванисова. Сами видите, что площадь находится в настоящее время в отручающем состоянии. Покрытие, которое не позволяет не делать пробежки, не просто гулять мамочком с колясками. Мы находимся как-то немножко вдалеке от всех таких мест притяжения, где условия созданы. Поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта площадь и претерпела изменения. Во-первых, это озеленение. Если вы посмотрите, то в ближайшие 200-300 метров ни одного ни деревца, ни кустика, где можно было бы остановиться. Микрорайон, где ежедневно бывают сотни горожан по соседству, еще одна школа, 36-я, центр эстетического воспитания, библиотека. На праздники здесь всегда проходят концерты. Районная сцена тоже давно нуждается в ремонте. И он может случиться в 2023 году, если площадь на Гожувской победит в конкурсе. Второй этап рейтингового голосования на федеральной платформе обратной связи стартует 15 апреля. Сейчас идет информационная кампания в поддержку территории кандидатов. Также в списке претендентов Бульвар Эрзи и Бульвар Цаплина. Если проголосуют 30-40, а еще лучше 50 тысяч, вот это будет как показатель, сразу будет видно, сколько у нас жителей заинтересовано в том, чтобы их мнение услышали по поводу того, какую же территорию будут благоустраивать. Тем более все три территории в этом году, они все крупные. Там большое количество жителей вокруг живет. Поэтому, я считаю, чем больше людей выскажется, тем важнее будет. И весомее, что именно эта территория выиграла, и именно на нее будут потрачены средства. Помогать горожанам в голосовании будут волонтеры. По практике предыдущих лет в четырех крупных торговых центрах в разных районах Саранска с 15 апреля начнут работать специальные пункты. Там желающие отдать свой голос за одну из территорий смогут получить консультацию по всем техническим моментам процедуры. Зайдя на платформу, там будет предложено выбрать город, муниципальный округ, либо муниципальное образование, в котором вы хотите проголосовать. Соответственно, вы выбираете городской округ Саранск. Там будут представлены три территории. Карточки с приложением фотографий данных территорий и краткая история по этим местам. Соответственно, нужно нажать будет «Проголосовать», и там уже поэтапно будут предлагать варианты. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ежегодно жители России выбирают каждый в своем городе территорию для благоустройства. Вы тоже можете принять участие в голосовании. Мы призываем всех горожан, жителей нашего микрорайона проголосовать за нашу территорию, для того, чтобы мы могли участвовать в этом конкурсе. И в следующем году, чтобы здесь появились места для отдыха, места для занятия спортом, места, может быть, для самообразования. Это могут быть и шахматы, и шашки напольные, в которые могли бы дети также играть. Чтобы это были места для занятия спортом и малышей, и людей старшего возраста. Конечно, мы бы хотели, чтобы здесь установили нам уличные тренажеры, для того, чтобы жители всех окрестных домов могли заниматься. Алена Маскалева, Евгений Фролкин. Наш Новости. Алена Маскалева, Евгений Фролкин.